Добрый день, дорогие друзья! В мае в наших садах подмосковных зацветают ирисы. Самые часто встречающиеся и неприхотливые ирисы – бородатые. Главным их отличием от других видов ирисов является бородка из волосков снаружи околоцветника. Это корневищные растения, и на их корневище чётко видно годичные наросты. Корни расползаются горизонтально, причём половина корня находится в земле, а половина сверху земли, на воздухе, но при этом они никогда не вымерзают. У нас в Подмосковье были зимы, при которых вообще не было снега, а морозы уже ударили. И ничего с этими ирисами не делается, они абсолютно не боятся морозов. У меня вот цвета только такие – бледно-голубой и тёмно-сиреневый. Очень давно, больше 20 лет назад, мне их презентовали соседи. И я вот посадила несколько штучек, и теперь они у меня разрослись вот такими огромными куртинами. Корни сплелись и образовали очень плотный ковёр. И поэтому между ирисами никогда не бывает никаких сорняков, они просто там никак не могут зацепиться и прижиться. К почве ирисы неприхотливы, но единственное, что они не переносят сильно увлажнённые почвы, поэтому их лучше высаживать на склонах. Хотя бы раз в 7 лет их надо выкапывать и делить корневища. Разрезая его на несколько делёнок и смазывая срезанные края углём, чтобы не было никаких болезней. Цветы ириса известны с древнейших времён. Своё имя цветок получил в Древней Греции по имени богини Ириды, которая, как посланница богов, сходила по радуге. Слово «ирис» в переводе с греческого означает «радуга». Название ему дал греческий врач Гиппократ. В одно время с сиреневыми ирисами зацветает жёлтый лилейник. Это самый раннецветущий вид. Цветы у него такие солнечные, яркие, прекрасно сочетаются с сиреневыми ирисами. Цветы этого лилейника очень душистые. И если большая куртинка их, то запах ощущается даже на расстоянии. Этот лилейник абсолютно неприхотлив. И мне он очень нравится тем, что когда цветёт, я срезаю цветоносы и остаются красивые, декоративные, такие ремневидные листья. Неплохой фон для роста. Редактор субтитров А.Семкин